И чтобы я тебя здесь пораще не видела. Вот так, по слогам и пока с запинками, американские студенты читают русские тексты. На занятиях изучают грамматику, новые слова, погружаются в историю и культуру России. Когда я начал изучать историю, я думал, что это логично, чтобы я тоже начал изучать русский язык, потому что это вообще здорово, когда изучают другой язык, другую культуру. Всего из Штатов приехали 9 человек. Все они изучают русский язык. Кто 2 года, а кто 6. Говорят, сложнее всего разобраться с русскими склонениями и ударениями, а причины для изучения языка совсем разные. У меня такое чувство, что я должен изучать русский, чтобы поговорить с бабушками в России. Не знаю почему. Они сами не могут изучать английский, но я просто обожаю общение с разными людьми. Мне нравится русскую литературу. И я из Нью-Йорка, где там много разных людей. И мне нравится изучать разных культур от моей культуры. Культурного шока большинство студентов не испытали, потому что в России уже не впервые. Но причины для удивления все равно нашлись. Здесь удивилась, что это так жарко. Ну, конечно, я знала, что в Сибирь летом очень жарко, но я не думала, что это будет для меня так жарко. Есть такие парки, интересные здания, вообще архитектура в России мне очень нравится. И вообще в этом городе легче гулять по городу удобно, чем в Америке. Гости из Америки живут в барнаульских семьях, постоянно общаются на русском. Приехали они по программе академической мобильности. На входе мы тестировали, и на выходе мы тоже будем тестировать, и результаты будут сообщены, и официально будут даны сертификаты о знании языка в соответствии с определенным уровнем. Допустим, базовым, первым сертификационным или вторым сертификационным. Но недаром русский величают великим и могучим, и невозможно выучить все слова, несмотря на то, что, например, в телефоне Райан их уже более 500, и это за несколько недель. Шумовка, сейчас, ну там шум, не знаю, то, что делает шум, много. Тоска, это не типа еды. А вот это тип еды? Нет. Сушняк, не знаю, это как сухой, что-то сухой. Это жажда. Жажда, а, жажда, серьезно? Это новое слово, да. В России они уже две недели, но все еще не видели ничего, кроме аудитории и учебников. Все посмотреть они планируют до 12 августа. Впереди экскурсии по Барнаулу, поездки в Томск и Горный Алтай. Дарья Демиллер, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова